С этим Крымом, Крымом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как я сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем... Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому ку**у в лоб. Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я высыпал в луку на свободе слова, я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Просто, пожалуйста, послушай, но это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых, вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы, и что они у меня Крым получили. Вы нашли, как замочить эти ку**у. И я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что... Это утром было совещание глав фракции, и потом я с Виктором говорил, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расплавливать из атомного оружия. Смотри, это я с тобой не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Мы идем в ГАКС, международный криминал.